Привет, друзья! Сегодня продолжаем дегустацию украинского крафтового пива от домашней пивоварни Penguins Brewery. На этот раз ребята сварили бельгийский крепкий эль, Belgian Strong El, и назвали его Weakness of Pirate, то бишь слабость пирата. Это плотный и крепкий эль, только из смеси солодов и трех сортов хмеля, без добавления каких-либо ароматических композиций на автентичных бельгийских дрожжах. Это уже четвертый сорт от пингвинов на моих дегустациях. Уже были APA, Stout и Witbeer. Кто не видел, может заглянуть в мои видеодегустации под номерами 42, 43 и 44. Технология производства все та же. Пиво варится, фасуется и не менее четырех недель выдерживается в бутылке. В данном сорте пива используется, как я уже сказал, три сорта хмеля. Это немецкий ароматический сорт Hallertau Tradition, который они уже использовали в своем Витбире, немецкий горький сорт хмеля Magnum и американский сорт под названием Эльдорадо. Начальная плотность нашего пива 14%, содержание алкоголя в нем 7,5%. Не очень высокая плотность для такого содержания алкоголя, я бы так сказал. Но посмотрим. В составе у нас вода, солод, три упомянутых сорта хмеля и дрожжи. Все, как говорится, по фэншу, или по рейдхэнсгеботу. В общем, как надо. Рекомендуемая температура подачи 4-10 градусов Цельсия. Чем же характеризуется сорта хмеля, входящая в состав пиратской слабости? О Hallertau Tradition я уже рассказывал в своей 43 дегустации, поэтому можете смело пересмотреть ее снова. Одним словом, это ароматический хмель. Хмель Magnum производится в Германии. Содержание альфокислоты в нем приблизительно 13,5%. Это горький сорт хмеля, который придает обволакивающую, терпкую горечь и тонкий цветочно-фруктовый аромат. Это один из самых популярных в Германии хмель для придания горечи пиву. Получен он был путем скрещивания сорта хмеля Гелена и мужского растения, немецкого дикорастущего хмеля. Хмель Эльдорадо производится в Соединенных Штатах Америки. Содержание альфокислоты в нем довольно высокое, порядка 14-15%. Хмель Эльдорадо является сортом хмеля с интенсивным вкусом и ароматом, и сбалансированной горечью. Данный сорт хмеля придает пиву тропические фруктовые вкусы и ароматы цитрусовых, груши, арбуза, вишни. В зависимости от рецепта, его можно добавлять как для горечи, так и для аромата. Применяется он и для сухого охмеления. Таким образом, в композиции применяется ароматный, горький, и так сказать, сорт хмеля двойного назначения. Бутылочка выглядит вот таким вот образом. На этикетке пиратское золото и медальон с черепом из фильма «Пираты карибского моря». Довольно-таки симпатично все выглядит. Давайте пробуем. Ну что ж, приступим к дегустации. Сразу поберила таким фруктовым дужком. Чисто бельгийский такой аромат. Отдает яблоками, грушей, апельсинами, немножко дрожжами. По запаху абсолютно попадают в стиль. Что у нас с консистенцией? Цвета оно желто-соломенного-мутного. Очень-очень интенсивная карбонизация, что, собственно, свойственно бельгийским «Стронг Элем». Несмотря на очень интенсивную карбонизацию из среднего размера пузырьков, пена невысокая, что является, безусловно, недостатком. Посмотрите, как это выглядит. Имеем такое сложное сочетание фруктовых вкусов. Пряных, спиртовых. Все это смешалось. Довольно сложный вкус. По вкусу очень выражена фруктовость. Мне это напоминает вкус груши, яблока, апельсиновой, цедры, апельсина. Все это очень вкусно, ароматно. Дрожжевой плипус также присутствует. Здесь такая умеренная пряная хмелевая горечь. Тело у него средней плотности. Присутствует такая гладкая, но в то же время заметная алкогольная составляющая. В послевкусии имеем такую сухость. Также во вкусе чувствуется некая кислинка, которая в последующем хорошо затеняется умеренной хмелевой горечью. Что хочется сказать, резюмируя. Данный сорт, в принципе, по основным параметрам попадает в заявленный стиль бельгийского крепкого эля. Единственным его недостатком, считаю, отсутствие высокоустойчивой пены и, как следствие, отсутствие вот этих вот знаменитых бельгийских пенных кружев. После того, когда пена оседает. Здесь ничего подобного мы не видим. Также видно, что пиво еще довольно молодое. Я думаю, через месяц данный сорт раскроет себя в полную силу. Исходя из опыта дегустации сортов пива от домашней пивоварни Пингвинс Брэвери, я уже продегустировал 4 сорта, считаю, что данный сорт в принципе удался. Есть еще, конечно, к чему стремиться. Как говорится, нет предела совершенству. Но еще раз говорю, ребята, вы на правильном пути. Ссылка на паблик данной пивоварни в фейсбуке будет внизу, под видео. Кого интересует приобретение данного сорта пива для дегустации, я думаю, с ребятами можно договориться. Пейте хорошее пиво, подписывайтесь на мой канал, заходите в мой паблик в ВК, ссылка внизу. Будет интересно. Пока-пока, друзья!